Сегодня мы поговорим, как ясно, наверное, ясно из названия доклада, поговорим о том, как можно стать UX-UI дизайнером, если вы им еще не работали. А если работали, то как можно улучшить свои навыки в профессии, стать более востребованным человеком на рынке. И я бы хотела сначала задать такой вопрос, кто уже работает UX-дизайнером? Спасибо. Кстати, кто хотел бы стать? А кто, если что, поднимать? В общем, работал. Хорошо. Кто вообще не поднимал руки? А скажите, а кто остался? Можно снец? Чем вы занимаетесь? Мальчик. Еще кто-нибудь? Это считается. А если я это тоже относилась? Тоже считается. Но вопрос в том, есть ли тут люди, которым нужно объяснять базовое совсем понятие, и есть люди, которых чей-то в UX-дизайне знают. Ну, в общем, ладно. Хорошо. Немножко о себе. Я работаю дизайнером в UX-дизайне, и у меня примерно 7 лет опыта. Начинала я с практиканта. Я чуть позже расскажу об интернатуре в UX-дизайне. За это время, в принципе, это не очень большой срок дизайна. Люди, которые давно начинали, начинали с веб-дизайна или с графического дизайна, у них, в принципе, может быть 13, 15, 17 лет опыта. Но, наверное, это не принципиально важно. Важно, что проектов было довольно много, поэтому разного опыта, который можно обобщить, довольно много. И я надеюсь, что сегодняшний доклад будет всем полезен. Кто может дать какое-нибудь размазанное определение, что такое UX-экспириенс? Не дизайн, а вот... У меня пользуется с кнопкой. У подпользователя, он что-то на положительный опыт. Да, это очень правильно. На самом деле, UX-экспириенс есть практически везде. У любого продукта или сервиса он может быть спроектирован намеренно, или так получилось, но это совокупность всех эмоций, положительных, отрицательных, всех страхов и вообще любых впечатлений, которые осуществляются у человека при пользовании продуктом, сервисом, сайтом, приложением, чем угодно. Я немножко к этой иду. В общем, примеры готового UX-экспириенса, это здесь есть картиночка такая, здесь такой пыльчик на копейном стаканчике. Люди, которые, когда они досадились с копейным стаканчиком в машину, они понимают, что вот этот пыльчик, это очень крутая штука, потому что его нужно откинуть, когда пьешь, зафиксировать этот пазик, и закрыть его, если вам нужно идти, и он у меня слезки. То есть люди подумали о том, что UX-экспириенс использовали не только на сабуру в руке, но что люди кофе пьют в разных ситуациях. В разных процессах нужно встретить разный подход к одноразовой посуде. Кто-то вообще ее принципиально не использует, чтобы бороться с окружающей, в смысле, чтобы поддерживать окружающую среду. Где-то стаканчики экономят, где-то используют вообще пластиковые стаканчики. У нас в офисе есть такая штука, что стаканчики могут быть размера эспресса, могут быть размера платы, могут быть для чая большие стаканчики. Таким образом, нужно использовать их меньше, но для правильных целей. Также хорошим примером из UX-экспириенса, хорошо скроектированного, являются номерки ожидания в очереди. Такое сейчас новости есть, в частности, в нашем паспортном сервисе. Ну и последний пример – это автоматическое переключение подачи воздуха. Если вы водили машину когда-нибудь или ездили с водителем, бывает часто, что едешь с трактором, и трактор начинает чадить или за автобусом, и нужно переключить подачу воздуха с внешнего забора на внутренний, чтобы не воняло просто. В общем, в некоторых машинах, в некоторых моделях это делается автоматически. Человеку не надо отвлекаться от вождения, это круто. Бывает, что нет нет. Не круто – это, вот, на картинке, когда вы пришли взять денег, а цепло, потому что вообще непонятно, что там происходит. Не круто – это покупка проездных Харьковского метро, потому что, если вы приходите с полтинником, вам негде разменять деньги, и как бы купить билеты тоже не можете, и в итоге какая-нибудь сердобольная бабушка вас привозит за свои деньги и говорит, не надо, не надо. Это, в общем, очень неприятно, на самом деле. Иногда хочется пешком все прийти. Второй пример – это прям вот очень такое наболевшее. То есть, когда вы заходите в бурную, и там такая большая красивая надпись, что бумагу вот туда накидать, а ты смотришь, куда кидать, поворачиваешься, и там в полутора метрах сзади стоит такая педалька, как корзинка, и вот тебе надо как балерине завернуться, ногой нажать и попасть, ну, не знаю, через плечо, или как это предполагается. В общем, это тоже плохо. О людях надо думать. Ну, и тоже классный вариант. Как, например, в французском бульваре данного уровня глазки. Садишься и ты такой, оттуда что-нибудь выглядываешь. Тоже не очень круто. Сейчас в Украине такое движение есть, что делает панусом, но в Харькове этого вообще-то пануса нету. То есть, для того, чтобы человек с особыми потребностями в коляске заехал в какой-нибудь магазин или в метро, это вообще прям притча, это невозможно сделать. Более того, когда же относятся мамы с колясками, что тоже, если человек рожает, то потом он вообще тусить не может нигде. Это не прикольно. Ну, и после закрытия ВКонтакте многие перебрались в Фейсбук и активно ругают вообще из-за экспириенсов этой сети. Можете сказать, кому нравится Фейсбук? Это не страшно, если нравится, но просто интересно, кому-нибудь нравится. Ладно. А кому-нибудь ВКонтакте нравится? Ну, да, это классно. То есть, Фейсбук ориентирует больше на рекламу, на всякие, на игры, на страницы, но в Фейсбук у них очень неудобный. Хорошо. Давайте тогда уже ближе к делу. Очень много в UI-дизайне или в топическом дизайне очень многое довольно субъективно опирается на красиво или некрасиво. И любой клиент или любой человек из аудитории потенциальной пользовательской может прийти и сказать, что вот некрасиво, значит, дизайнер плохо сделал, давайте кнопку сделаем в фиолетовый, доберем котика. Из этого очень многие смеются, делают мемы про это, и, в общем-то, это очень печально, потому что без процесса дизайнер вообще не застрахован от таких штук, как поиграйте в шрифтайм и открочивай. У юзер-экспириенс дизайнера в этом смысле ситуация намного более выгодная, потому что у юзер-экспириенс дизайна есть метрики. Метрики, хороший пример метрики, до дизайна, после дизайна можно померить, сколько приходило пользователь на сайт, сколько уходило. Если для UI дизайнера это не является хорошим, как бы измеряемая величина, потому что он может красиво покрасить, красиво все расположить, но юзер-экспириенс при этом может страдать. Например, если кто-то пользуется приватбанком, они сделали недавно редизайн, который очень ухудшил ситуацию и люди переходят в старый интерфейс. Та же ситуация таки на поиск. Было сделано красиво, но людям не понравилось, они не могли найти там все, что они искали, урезали много важных функционалов, которые люди годами контрибьютили и попросили вернуть обратно и, собственно, вернули. Что может еще быть метрикой успеха? Кто может сказать? Какие-то примеры? Окей, например, если вы передизайнили приложение для мобильного, это может быть рейтинг в App Store или в Маркете. То есть, если вы заредизайнили, у вас потом в два раза больше положительных оценок, это круто, рейтинг растет, может даже промоутить приложение, если у вас все интересно получается. Поэтому убирается субъективизм, который основывается исключительно на визуальной части. Это измеримые вещи. Было плохо, стало хорошо. Поставили задачу увеличить поток пользователей в два раза. Увеличили. Уменьшить количество кликов, уменьшили. Это в этом смысле User Experience проще во взаимодействии. Теперь у нас будет такой большой блог про то, как вообще можно стать дизайнером. Там мелко написано, но я, в принципе, все это скажу. Про это можно сильно осматриваться. И, кроме того, Алина пошарит презентацию, наверное, да? Обязательно, конечно. И видео, презентация. Всем, кто участвовал, в принципе, можно не переживать, не подсказать, что там написано. Немного расскажу про нашу команду и про наш путь в продуктовый дизайн. На самом деле, продуктовый дизайн и User Experience дизайн это одно и то же. То есть, там может называться по-разному. Interaction Design, User Experience дизайн. Недавно даже выпустили есть такой сервис, вернее, есть такая группа Nielsen Norman Group. Это законодатели вообще термина User Experience. Недавно они сказали про то, что теперь это называется Cognitive Design. То есть, это дизайн познания, проектирование, познание, восприятие или когнитив дизайн, как как-то они это назвали. На самом деле, это все не важно. Важно, что, когда вы создаете продукт, вы думаете о, как о кофейном стаканчике, вы думаете о сценарии, в котором человек это все использует от начала до конца, как он пользуется продуктом. И вот по нашему опыту, я работала еще в одной компании, Global Logic называется, там тоже создавала команду. Одной дороги нету продуктового дизайна. То есть, если судить по образованию, то в нашей команде есть диплом архитектора, системного аналитика, программиста, физикоядерщика. В принципе, это такие довольно технические образования. Для этого совершенно не обязательно владеть художественными способностями, уметь рисовать. Хороший вкус – это важно, но не обязательно рисовать от руки, например. Не обязательно ходите в художественную школу и получать соответствующее образование. Дальше, как я сказала, в этом блоке я расскажу, что объединяет общих, что есть общего у успешных дизайнеров и какие у нас были ошибки. Потому что ошибки, в принципе, делают все. И если судить только по победам, то общая картина как бы не складывается. Можно ведь понимать, когда… Ну, по сути, каждый должен понимать, насколько это его и насколько у него есть шансы преуспеть в этом деле. Давайте начнем с такого базового понятия, как эмпатия. Что такое эмпатия? Кто может сказать? Ну, воспринимание. Ну, воспринимание. Да, это внимание к человеку, умение читать его чувства, умение поддерживать эмоциональное состояние человека на определенном уровне, считывать его эмоции. И вот я бы сказала, что всех дизайнеров, которые успешно у нас прошли практику или успешно работают, объединяют одно ключевое свойство – это эмпатия. Потому что очень часто, когда люди вам жалуются, они могут жаловаться не совсем на приложении, например, да, у них там что-то может в личной жизни не складываться, может на работе что-то быть плохо, или сегодня дождь, у них просто плохое настроение. Умение вычленить правду из… ну, вернее, не правду, а суть из того, что человек говорит. Это очень-очень важно. Потому что часто приходят и просят что-то переделать не те люди, у которых болит, грубо говоря. То есть они из каких-то соображений, клиенты, инвесторы, они поняли, что нужно что-то поменять. Они не понимают, почему, и нужно всегда искать тех людей, у которых действительно болит именно вот то место, в котором они пользуются продуктом. то есть у них плохой юзер-экспириенс, у них основные консерны, и вот с этими людьми и нужно общаться. Теперь время для байки. Здесь у нас, я не знаю, в принципе, не очень хорошо видно, но это карта Сан-Франциско. Однажды я попала в Сан-Франциско со своими знакомыми, и я там была проездом. У меня было 3 часа свободного времени, и я решила взять велик и покататься по городу. О том, что Сан-Франциско холнистый город, я не знала, но такой очень холнистый. Если кто-то смотрел кино, там есть такие моменты, когда полицейские выезжают по холмам, прыгают на машинок, это про Сан-Франциско. Может, это было и в другом городе снималось, но Сан-Франциско очень гордостый. Я об этом не знала, в смысле я не ассоциировала Сан-Франциско. Я решила доехать до моста. Начала примерно отсюда, а мост примерно здесь. Это расстояние вдоль набережной, я покрыла роман за пятнадцатом. А потом я решила, что раз у меня есть еще, как говорят, два с половиной часа, проеду, скорее вот до этого озера. В принципе, кажется, что это расстояние одинаковое. Более того, карта, которую я взяла на столянке, она была сжата, вот эта туристическая зона. А вот эта часть вся, которая не туристическая, она была сжата в четыре раза, просто чтобы уехать. И, ну, в общем, короче говоря, я проехала примерно 40 километров по холмистому Сан-Франциско с картой, которая была напечатана на бумаге, потому что телефон сел. И мне не очень понравилось, это было весело, но довольно страшно, потому что примерно здесь находится автострада, мексиканские кварталы, в которые я тоже заехала. И вот этот парк был на ночь закрыт, поэтому мне пришлось перебираться через забор. В чем суть этой байки? Точнее, это не байка, это правда, но в чем, зачем я рассказываю эту историю? В НЛП есть такое понятие, как, это даже не понятие, это такое утверждение, которое они берут в свою теоретическую базу, что карта не есть территория. Карту, которую я взяла на стоянке, ее сознательно исказили. Карта, которая на Google Maps, она более-менее точная, но все равно она недосконально соответствует территории. Когда вы общаетесь с человеком, с любым человеком, это может быть даже просто о каких-то домашних делах, вы общаетесь с его картой, его мира. То есть, когда вы общаетесь с человеком и не знаете, как у него выглядит карта, вы общаетесь с помощью каких-то вербальных характеристик, композиции, и пытаетесь до этого человека достучаться, он вас тоже не понимает, потому что у вас своя карта, и вот вы пытаетесь в одном мире балансировать между этими двумя картами и пытаться понять, что же на самом деле. Люди часто используют термин «на самом деле», когда они считают, что их мнение единственно верное, и вот они, собственно, отражают это мнение, отражают территорию. Когда вы общаетесь с человеком, очень важно включать, во-первых, эмпатию, сопереживание, пытаться понять, что этот человек чувствует, а во-вторых, пытаться понять, что на самом деле происходит, отделять чувства от их интерпретации. Есть такой чувак, Аллан Дуботов, по-моему, он очень много рассказывает про любовь вообще, про отношения и все такое. Вот, у него есть одна замечательная фраза, что любовь – это такой способ, вернее, это не способ, это такое желание интерпретировать поведение другого человека. Приходит человек домой, какой-то злой, печальный, говорит, что, блин, мы пять раз же просим купить сахар. Ну что ж ты как бы делаешь? На самом деле, дело не в сахаре, конечно. На самом деле, может быть, просто человек устал, и вот эта мелкая проблема с сахаром, она его просто вот добила, и он уже готов на тебя сорваться. Правильно, что делать? Ну, как бы, сесть и сказать, да, окей, ну, не купи, ну, извини, пожалуйста, ну, хочешь, я сейчас куплю. Ну, в смысле, это неправильно, это вариант как бы беспокоит человека. Но на самом деле, может происходить много очень важных вещей вокруг этого диалога, о которых вы не знаете. Очень важно разделять вещи, которые происходят, которые человек говорит, и которые вы хотите от человека добиться. User Experience очень сильно связан с требованиями. Эти требования приходят очень часто вообще непонятно откуда. Когда эти требования приходят, все эти требования приходят, самым первым вопросом, который учу на практике, является вопрос, почему? Почему именно так? В зале есть, в принципе, члены моей команды, они знают, что первые месяцы, первая неделя работы, что бы они ни говорили, я придираюсь к каждому слову. Ну, то есть дословно, да? Карта не есть территория. Я бы сказала, ну, представьте себе, что это просто часть требований системы. Я бы сказала, какая карта? Карта чего вообще? Что за территория? Или, знаете, как русские писатели иногда писали так, зима, троеточие. Зима, да? Какая зима? Где она наступила? Кого это вообще волнует? Какая там лошадка везет, хворост или не везет? То есть о чем это вообще? Каждое предложение, которое является частью требований, должно содержать исчерпывающую историю или исчерпывающую требованию. Вот об этом, собственно, хотелось бы вам говорить дальше. Чем занимается проектировщик? Помимо того, что он описывает требования, смотрит людям в глаза, смотрит на их жесты, смотрит на консистентность требований, на то, что нет никаких конфликтов, проектировщик или UX-дизайнер занимается тем, что он решает что-то проблемы. То есть, если представить, на самом деле, по опыту того, что люди присылают на вакансию UI-дизайнера, чаще всего это лендинг-пайджис, какие-то маркетинговые посадочные страницы, это редизайн существующих интернет-магазинов. Там как бы редизайнить нечего, все по шаблонам делается. Ну, в смысле, там как бы есть отклонения, но это не оригинально, это не является какой-то нерешаемой, сложной задачей, и очень сложно понять, зачем человек отклонялся. Поэтому, когда вы смотрите в портфолио и видите, что у человека в основном практический дизайнер, понимаете, что он, ну, проблему-то, он, собственно, решал, если решал, то проблему коммуникации с людьми, которые не знают, чего они хотят. Чем занимается проектировщик? Он занимается решением каких-то задач. Вот примеры проектов, которые есть у нас в команде. Например, у нас был проект, в котором нужно было создать внутренний портал для обработки заявок на визы разных типов штата. То есть, приходит человек, у него нужно собрать все документы, проверить их, передать их адвокатам, все проверить на грамотное строописание, на наличие, подбить какую-то статистику, оплатить это все. То есть, ну, понятно, что это интерфейс, это куча кнопок, куча экранов, куча взаимодействий, это сложная задача, довольно уникальная. И вот, если человек присылает такую работу с разбором всех артефактов, как он это делал, как он писал сценарий, это работа проектировщика. Понятно пока или смысл? Второй пункт, зачитаю, контроль за лактационным циклом коровок. Не знаю, как это по-другому просто рассказать, но корова, она когда рожает, у нее начинает доиться молоко. и вся наша молочная промышленность держится на, собственно, вот этом процессе. Если у коровы во время беременности или после страдают нервы, такое тоже бывает, у нее нарушается вот этот цикл, она просто перестает доиться, и следующая беременность может наступить с большими проблемами. И фермеры ходят по завонам, проверяют состояние, эмоциональное состояние коровы, ее там вес, берут у нее всякие пробы и заносят это в систему. И система должна прогнозировать, сколько там выдая будет через месяц, когда у нее может наступить следующая беременность, сколько она в состоянии прокормить телят и так далее. Это тоже интерфейс с кучей графиков, с кучей кнопочек взаимодействий, очень много разных проблем и юзкейсов решается. Это тоже такой пример проекта. Создание. Что-что? У нас в Excel работали фермеры и товарищи, которые следили за колонн и смотрели именно вот проекты. Да-да-да. Причем, ну вот клиент к нам пришел и они рассказывали, что они работают с Excel, это невозможно, потому что это британский проект, они всеми фермами в Британии занимаются. Мы в Украине ну, в общем, если присмотреться, то там очень-очень много данных и вести это в Excel это тяжело, вообще не масштабируется никак, поэтому система очень помогает. создание конструктора веб-сайтов. Ну, те же ландин-пейджи, которые рисуются как отдельная страница, да, можно конструировать. Например, сделать много вариантов футера, много вариантов хейдера, много вариантов разных прайсинг-блоков и конструировать их. Так вот, как бы задизайнить сам конструктор, это тоже интерфейс, но вот как если вы пользовались InVision или Акшуром, да даже Word-ом, да, вот сами программы нужно тоже дизайнить. Программа должна отвечать всем требованиям, всем юз-кейсам, которые могут возникнуть. То есть выбрать один из вариантов футера, перекрасить его в другую цветовую схему, удалить его, добавить, отредактировать, изменить текст и так далее. Это все как бы интерфейс, то есть не совсем не совсем плейн, да, такая штука, не как в фотошопе взял, поменял и все работает. То есть там сам инструмент фотошоп тоже нужно дизайнить. Система автоматизированного ведения ресторана. Например, если вы пойдете в следующий раз в ресторан, обратите внимание, что многие официанты, менеджеры залов пользуются либо каким-то приложением на телефоне, либо у них есть на входе такая штука специальная, куда просто забивают количество гостей, забивают заказы, смотрят за столиками. Большинство ресторанов пользуются уже готовой системой AirKeeper на постсмешном пространстве, мы делали адаптированную штуку от требования конкретного ресторана, полностью кастомно, и это в принципе тоже полезно. Ну, вот тоже один из примеров это надежное приложение для отслеживания эмоций. если человек смотрит трейлер, считываются его эмоции с лица и показываются в виде графиков сколько было грусти, сколько было злости, ну, если кто смотрел Why2Me, Обмани меня, то там похожие штуки есть. Это то, чем занимаются проектировщики. Они пересуют вот не конечную, да, не конечный ассет, макап, да, они проводят полностью у человека по этому циклу использования, собирают требования и в самом конце выдают уже готовый продукт взаимоприименченный. Это такой небольшой список краткого руководства, если вы вообще ничего пока не знаете, с чего начать, рассылаете ваше резюме и его нигде не берут, объясняют, почему могут не брать и что собственно сделать, чтобы повысить свои шансы. Первое, на что люди обращают внимание, это дизайнер, к сожалению, чтобы он не написал в своем резюме, сколько бы он лет не проработал в конкретных компаниях, если ему нечего показать и если он не может объяснить, что он сделал, никто не будет на него смотреть. Что должно быть в портфолио? Первый пункт, читаю, надо какое-то портфолио, не лендинг пейджис. Почему не лендинг пейджис? Потому что в интернете полно-полно уже готовых темплейтов, которые взял, подредактировал текст, поменял тему, выглядит красиво, но это не характеризует вас, как человек, который решает какие-либо проблемы. Он просто показывает, что вы знаете, как пользоваться редакторами и даже если вы самостоятельно сделали лендинг пейдж, он не выглядит, как что-то супер крутое. Потому что проектирования как такого не было. Следующий пункт, перечеркнуто, кто первый встал на рынке много неудачных виджетов и приложений. Чтобы создать портфолио не из лендинг пейджис и чтобы оно внушало хоть какое-нибудь доверие, нужно решить, создать некий салюшен некоторой проблемы, которая либо часто встречается. Например, сейчас на рынке миллион приложений, которые считают, сколько вы воды выпили, или сколько вы кофе выпили, или сколько раз вы там пошагали, просто степперы какие-то. Возьмите какую-то проблему, которую вы видите вокруг себя часто. Например, не знаю, у вас отключают дома газ периодически, да, и вам нужен какой-то просто какой-то счетчик, сколько раз у вас выключали газ, сколько времени вы были без газа, чтобы можно было посчитать, представьте себе, что ваш ЖЭК или нынешняя инстанция, что он разрешает пересчитывать оплату за газ. То есть придумайте, ну не придумайте проблему, возьмите просто что-то, что окружает вас. Проектирование стола, создание уникального дизайна бумажного пакета, то есть что-то, что вы прям вот садитесь, создаёте некий сценарий и делаете. Один из членов команды у меня очень удачную метафору привёл когда-то, когда я рассказывала, как правильно написать сценарий, как правильно задизайнить приложение. Когда вы собираетесь в поход, если кто-то был в походе, ну или там в отпуск, вы берёте кучу вещей с собой. Как можно собираться? Можно собираться за полчаса до вылета, выезда и сваливать туда просто все, что в голову пришло, если у вас огромный чемодан, едете вы на три дня. Но если вы идёте в далёкий поход, например, на Тяньшань, вам нужно вместить в свой рюкзак вещи до 35 килограмм, скажем, и туда должно влезть всё, что вам понадобится в течение двух-трёх недель выживания в условиях от плюс 35 до минус 20. Как вообще вот в этот рюкзак, который вы будете на себе носить, и туда ещё входят кошки, обвязки, карабины. Как туда всё вместить правильно, нельзя взять ничего лишнего, не обламывать. У меня был знакомый, который обрезал чайным пакетиком верёвочками, потому что количество взятых пакетиков было столько, ровно столько, чтобы все успели напиться, и чтобы всё влезло в рюкзак. Когда вы собираетесь в поход, вам нужно представить свой день. Вы просыпаетесь, вы лежите в палатке, вы просыпаетесь, вы расстегиваете свой спальник. Кажется, нужно взять спальник. Вы расстегиваете свой спальник, встаёте, открываете палатку, становитесь куда? На голую землю? Нет, наверное, в тапочке. Вам нужны какие-то тапочки или какая-то обувь. Вы идёте чистить зубы, нужна, наверное, зубная щётка, паста, идёте умываться, нужна мыло, полотенечко, ну и так дальше. То есть вы решаете свои проблемы в течение дня поступательным образом. И вы берёте всё, чтобы решать свои проблемы попутно. Более того, вы собираете это всё в рюкзак. Рюкзак это не такой мешок, в который нужно свалить всё, что угодно, а потом вытащить в любой момент всё, что угодно, как вы это делаете на компьютере. Набрал в поиске на маке файл, он его сразу выдал. Рюкзак это такая штука, в котором есть один-два внешних кармана, а дальше нужно запускать руку, где всё спрессовано и пытаться нащупать правильный мешочек. Есть ещё сверху клапан, но во внешние карманы вы кладёте то, что вам нужно чаще всего, то, что мелкое не бьётся нужно чаще всего, и то, что если потеряется, будет не так страшно. Тот же принцип работает со всякими кнопками, то есть кнопки типа создания документа должны быть доступны очень часто, потому что с этого начинается работа. Они должны быть большими, понятными, не мешать, конечно, но они должны быть близко. Те функции, которые редко нужны, прячутся как можно дальше, ну, то есть в середину рюкзака, например. И вот вы можете взять для наполнения своего портфолио какие-то неудачные виджеты для хрома, какие-то приложения, которые уже есть и объяснить в своем портфолио почему вы считаете, что это решает проблему лучше, чем у этого производителя в этой компании. Есть такая еще болезнь у дизайнеров подписываться на миллион каналов с красивыми картиночками, с бесплатными иконочками, красивыми темплейтами, полезными статьями. И, в общем, пока вы это все прочитаете, проходит полдня. На самом деле, мне все пишут практически всегда об одном же, потому что юзер-экспириенс это важно. После такие примеры, 20 бесплатных вдохновляющих примеров хорошего юзер-экспириенс дизайна, они почти всегда делают одно и то же. Вот серьезно, лучше отпишитесь за себя один, вы ни в чем не проиграете, потому что они еще перепочивают друг друга бесконечно. Просто сядьте, сделайте один виджет, одно приложинка, пусть оно будет маленькое, пусть оно будет полезное, пусть оно решит чью-то проблему. Вот я вам серьезно говорю, у нас есть интернатура в парте, я смотрю в Сирии, чтобы не было лендинг-пейджис, чтобы было какое-нибудь решение. Все, кто приходил на практику, они делали это немножечко коряво, но сами. И это круто, потому что человек пытается быть не то, чтобы там оригинальным, всегда можно скачать чужой UI-кит, сделать на нем, но поверьте, я их уже все наизусть знаю. То есть я уже в этих темплейтах, а, у нас еще есть, например, багаж, сочник, и я не знаю, кто придумал давать задачу рекламировать носки. У меня уже коллекция, по-моему, из 50-60 версий лендинг-пейдж для носков. Есть еще про Гарри Поттера, про волшебные палочки, по-моему, про лошадей я видела, про гвозди, про электрогитару, про барабаны, ну, в общем, какой-то такой очень скудный набор, и их довольно много, они все одинаковые. Надо это делать. Это, как бы, вообще, это в минус идет. То есть, попробуй. Так это в основном дает тестовое задание, и люди, кто сделали тестовое, должны выкладывать все трофолио, как дает сон. Окей. И тогда, сколько это попалось. Да, но, в общем, после того, как они получатся, начинаются еще вот эти вот обведенные квадратом поверх картинки, одинаковая картинка такая, потом поверх него идет квадрат, и такие большие проксимоновые буквы с номерком 01, да? Вот этого, пожалуйста, не надо этого делать, потому что все люди, или я просто, я знаю почти всех, кто нанимает в Харькове в дизайн, ну, никто этого не любит, и просто удалите. Пусть будет одно портфолио, пусть там будет один виджет, но по гугли вы не найдете миллион такого же. Так вот, это было все стены, что-то делать. Найти технического ментора, который будет обоснованно критиковать. Очень важно, что, когда вы сделаете вот это приложенько, вам будет казаться круто, я что-то сделал сам. Это же вообще, это супер, это ощущение, когда вы решили какую-то проблему, это как, я не знаю, наносить домой воды и просто расслабиться и сесть в дно. Какой я молодец вообще. Вот, но, когда вы это сделаете, человек, который со стороны посмотрит, сделает такое минимальное коридорное тестирование, он вам укажет на миллион недочетов. Серьезно, вот вы как бы, когда они 20 лет дизайните, всегда вначале идут какие-то недочеты. Когда вы 20 лет дизайните, вам вообще кажется, что вы уже все видели, сделали все автоматом, и все равно есть какие-то недочеты. попробуйте найти человека, который будет важно обоснованно критиковать, потому что есть люди, которые просто, ну там, дизайн, ну, ты же сам понимаешь, ну, я бы сделаю лучше, ну, я бы сделаю, ну, как бы сделаю. Человек, который будет давать полезные советы, что почитать, чего вы не учли, или хотя бы даже, можете взять себе не ментора, но человека, который будет смотреть, что вы сделали, и пытаться решить ту проблему, которую вы ему позволяете решить. тот же, да, там, счетчик воды или счетчик газа. Представьте, что вот вы этот человек, найдите этого человека, в смысле, считайте, что он это ваш пользователь. Посмотрите, как он пользуется вашим приложением, которое вы придумали, насколько его это вообще вызовет какой-то ажиотаж. Вот. Чем помогает технический ментор? Ну, я думаю, это очевидно, потому что всем нужны советы, куда развиваться, какие-то неочевидные, в смысле, очевидные вещи, которые через 2-3 года работают в технической команде с программистами, с проект-менеджерами, в реальном там, аджайле. Какие бывают комментарии к дизайну? Ну, один из очень частных примеров, люди, которые присылают портфолио, иногда я комментирую, что, ну, куда надо подучить, что нужно подучить. И некоторые люди присылают, например, какое-то андроид-приложение, там дропдаун из Windows. Они же сделали, ну, типа, ну, сделали, как умеют. Причем, я скажу, что у нас такое, как бы, на практике было. Но это не страшно, потому что человек просто не осознает, что можно по-другому. Он там не погуглил, потому что не знал, куда гуглить. Нужен человек, который скажет, слушай, у тебя тут дропдаун? Ну, не очень. Про материал дизайн. И человек-то попадет погуглиться, там как бы, ну, действительно, и вот это очень полезно, чтобы кто-то со стороны с опытом посмотрел. Это не займет там больше 5-10 минут, 5-10 минут у этого человека, но польза будет очень большая. Следующий пункт. Регитрироваться на большом количестве сайтов, приложений, пробовать, ставить, смотреть, что делают другие люди, смотреть, какие есть варианты решения разных задач, какие бывают контролы вообще в вебе, в мобильных, пробовать. Очень много задач решаются подобным образом. Иногда проявляются вещи, типа вот есть такой туду-лист, называется Клир, и у него какой-то совершенно оригинальный способ создания новых задач, выполнения их, дизмисса, все на жестах основано. Я не говорю, что это крутое приложение, я говорю, что бывают уникальные, интересные подходы, которые тоже стоят заимствовать, и вы их можете употребить и в совершенно другом контексте, но это полезно. Следующий пункт. 50% времени вы проводите не в рисовании, не в фотошопе, не в скетче, не в иллюстраторе, вообще не в классических редакторах. Вы используете инструменты фиксирования того, что вам человек говорит. блокнот, Google Docs, Google Sheets, вы строите информационную архитектуру, вы рисуете блок-схемы, и как бы вам это, для кого-то это покажется диким, кому-то сразу становится скучно от этого, а кому-то от раскладывания информации по полочкам ему прям вот штырит. То есть у меня есть член команды, в команде, которому, член команды, которому нужно сказать, например, слушай, у тебя, кажется, немножко неупорядоченно файлы лежат в папке, нет нумерации, там какие-то точки неправильно стоят, и человек скажет, круто, я сейчас вот возьму и все по папочкам, по полочкам раскладу. Это у вас должно быть встроено. То есть, если у вас этого нет, если вам нравится хаос, креатив, где-то в голове, там, миллион идей, которые вы не фиксируете, которые вы не записываете, не нумеруете с одного до десяти, не показываете, не рассказываете всем, вам будет очень сложно, потому что юзер-эксперенс дизайн это четкая последовательность и процесс, это научный, как бы, подход, это инженерный подход. Если вам хочется рисовать и создавать игры, да, представьте себе, чем заниматься в Плареум, например, да, они очень много создают креатива, уникального, в Харькове такого, как бы, нигде больше не делают, но, может быть, еще делают в Геймлофте, и есть еще небольшие компании, которые тоже делают кристы, но юзер-эксперенс дизайн не об этом. Он о цифрах, о статистике использования приложения в определенном контексте, о статистике плохих отзывов, о статистике жалоб на фичи, о планах на улучшение, о планировании, о роудмэпе, о работе бизнес-аналитиках. Вот, скорее, туда относится юзер-эксперенс дизайн, и 50% времени вы вообще не открываете графический редактор. Это нужно четко понимать. И когда вот все эти шаги прикинули, нужно совершить прыжок веры. Прыжок веры, то есть кто-то играл в Assassin's Creed, там есть такой момент, когда чувак прыгает с какой-то километровой высоты, и внизу, представьте себе, маленький ботейн, и нужно попасть вот туда. и это очень сложно, потому что вначале были такие круто. Я дизайнер маленький виджет, я сделала, как она сказала, я же просто офигения, я вот здесь, на пике. У меня круто, у меня получилось. Потом, у меня ментор, он говорит, блин, ну, как бы, друг-даун, и стилизм, и ты такой, блин, какой же я ничтожество, я ничего не умею, все умеют лучше меня. И из этой ямы страданий, значит, кто понимает, что это ямы страданий будут каждый день. Не на практике, а вообще каждый день. То есть, вы каждый раз понимаете, что вы что-то попробовали, кто-то уже сделал лучше, кто-то сделал интереснее, красивее, оригинальнее, а ты даже не прочитал про это. И это очень сложно переживается. Я могу сказать, да, вот, хорошая картинка. То есть, вы все в хорошем вкусом, я так сказала, надо, люди в дизайне говорят, обычно с хорошим вкусом. И вы попробуете какие-то первые свои попытки, и сами же видите, что получается, как у маргарит их 6 месяцев. Ну, то есть, как бы вам противно, это сразу такое, я не могу. Ну, что это такое? И, в общем, со временем, вот в этой яме страданий, сейчас, вот, какие-то, неподрятки. Спасибо. В общем, каждый раз, когда вы что-то делаете плохо, очень важно в этот момент не сдаться и пойти читать. Потому что, вот этот момент, эта яма, она будет становиться все мельче, и мельче, и мельче каждый раз, потому что, вы просто будете осознавать, что вы чего-то еще не знаете. В нашей индустрии, каждый день что-то новое происходит, то чат-боты появляются, то вообще какой-то Artificial Intelligence, в котором, или он, недавно робот удали в Арабских Эмиратах гражданство. Что нас вообще ждет через 10 лет, вообще невозможно предсказать. Сейчас на рынке AR, VR, очень много проектирования, там, связанного с 3D, какие-то, такие, объемные интерфейсы. Это все очень сложно, и этому всему нужно, ну, в смысле, очень сложно, если ты в этом вообще не окунался. Поэтому каждый день нужно что-то новое читать, и каждый день перед собой своей задачей, которую ты никогда не делал. Мой милтор когда-то сказал, вот такой анекдот рассказал, когда я только начинала, он рассказывал, вообще анекдот на самом деле не смешно, то есть и дизайнеры с ним обычно не очень смеются, когда к дизайнеру приходят делать открытку, и говорят, в общем, сделай открытку про Новый год, там зима, все дло, вот, дизайнер спрашивает, ну, а текст? А мы говорят, ну, ты же дизайнер, напиши текст, что ты. И вот, как бы, никто не засмеялся, наверное. Проблема в том, что, как дизайнер, вы и должны это делать. То есть, вы не контент-менеджер, с одной стороны, но с другой стороны, вы отвечаете за финальное восприятие этого продукта, открытки. Если контент-менеджер написал какую-то фильму, а вы посмотрели, в интернете, ну, так пишут только в каких-то мемах, ну, вы так подумаете, нужно вам это, состоит ли это правильный бренд-импрешн или нет. Это тоже ваша задача. Каждый день мы в Дотарте делаем много разных вещей про тот же локационный цикл коровы, да? Каждый день ставятся новые задачи, вы знаете, что-то вообще кросс-дисциплинарное, новое, то про беременных женщин, то про секс-меньшинство, то про визы, какие бывают типы визы, какие виды эмиграции существуют. Каждый день приходит миллион вещей, которые могут вас повергнуть в эту яму. И каждый раз нужно осознавать, что, ну, вот сесть, как бы, обхватить себя, это вообще не вариант, вам должно быть интересно. И обязательно, чтобы было интересно. Сейчас, секунду. Вот, как бы, люди, которые в этой яме оказываются, это вот каждый раз какая-то новая шишка или новая ошибка или новое такое восприятие, со временем, за годами, тут написано эксперт, да, он сказал мне очень удобную такую штуку, в общем, эксперта, вот это все не парит. То есть, самым каждый день получают, ну, у него получаются такие-то успехи, успехи, он меня не особенно радует, то есть, те успехи, которые я задизанил виджет, они перестают радовать. Радовать начинает, я задизанил виджет, который оценили, там, восемь людей. Я задизанил виджет, и никого по дороге не обидел. Я задизанил виджет и правильно заэстемировал. То есть, чем дальше, тем у вас более сложные задачи вызывают постов, и более сложные вещи повергают вас в страдания. В айенде нашего, вот этого, сегодняшнего метапа, был такой пункт, профессиональный рост дизайнера в аутсорс-компании. То есть, понятно, чем занимается практикант. Он приходит, решает свои боевые задачи, получает консультации от ментора. Дальше он становится джуниор-дизайнером. Система крейдов в разных компаниях может немножко отличаться, могут немного отличаться требования, но по пути от практиканта до сеньора человек набирается не только профессиональных скиллов, как там, не знаю, айфон, в смысле, эппл-гайдлайны, материал-дизайн, веб-контролы, какие-то разные платформы, дизайн под эппл-тв, дизайн, не знаю, дефибрилляторов, всего, чего только угодно. Но он также набирается софт-скиллов, техники ведения коммуникаций, переговоров, техники правильного внимания требований. То есть, вот как мы говорили про карту и территорию, если вы неправильно интерпретировали чужую карту восприятия мира, вы можете таких требований написать, которые между собой совершенно не согласуются, которые там вредят одному из стейкхолдеров. Стейкхолдеры – это такие чуваки, которые вообще отвечают за задачи. Просто у нас недавно был смешной разговор, что стейкхолдеры – это те, кто стейки держит. И, в общем, на самом деле, как бы да. То есть, они… стейк от слова ставка происходит, не от слова стейк. Но важно, что они принимают какое-то участие в принятии решений. Если вы не согласуете требования правильным образом, то будут потом конфликты, перекрашивание кнопок, добавление котиков и прочее. То есть, на самом деле, если человеку что-то не нравится, он начинает нервничать, он на странице пытается доступными ему способами что-то пофиксить. Перекрасить, добавить, добавить одну кнопку, добавить три кнопки, поменять их местами, что-то там все равно не работает. Давайте еще у мамы спросим, давайте у моей жены спросим. И вот, когда вы понимаете, что на самом деле там есть мама, жена, еще кто-то, кто решает, вы понимаете, что вы на ранних этапах не спросили просто кто там решает и чьи требования нужно согласовать. Тогда вы понимаете, что вот этот процесс интерпретирования карт, интерпретирования стейкхолдеров, вычисления всех людей, которые принимают участие в процессе, это очень важно. И вот, когда вы становитесь сеньором, то первыми вашими мыслями, когда приходит человек с проектом, возникает в голове условный чек-лист, такие вещи нужно спросить, и все эти вещи, они вот здесь. То есть все, что у вас в какой-то момент поверло в страдания, от того, что вы не выяснили это вовремя, или вы чего-то не прочитали, это все шишки. И эксперт, экспертам будут считать того человека или сеньором, который в узком поле деятельности набил все возможные шишки уже. То есть он совершил все ошибки, которые можно было совершить. он за них уже кровью готов расписаться, поэтому первое, что он спросит, это сколько должно быть брейк-поинтов в вашем дизайне, что вы в вашем дизайните. То есть если для веба, то, наверное, там есть еще респонсив под мобильный. Потому что, когда у вас в ночь перед сдачей оказывается, что есть еще и мобильный, и там 60 экранов, это вообще не весело. Так вот. В какой момент люди вообще сдаются, приходя к нам на практику или приходя к нам в команду? Люди, которые остались и успешно работают и добиваются очень хороших результатов, я сегодня, кстати, спрашивала, и были названы, примерно все назвали одно и то же, мотивируют работать, продолжать работать, мотивируют в основном желание решать проблемы и улучшать жизнь человека. Хороший пример это в одной компании, я уже сказала, в Глубо-Рожике, мы занимались редизайном интерфейса дефибриллятора. Дефибриллятор это такая штука, которая шик-шик и оживляет людей, переанимируется. И меня очень прям вот торкнуло, я не знаю, как это подробно можно назвать, когда я полетела в Штаты и на стене в аэропорту, где я первый раз была в Штатах, висел этот дефибриллятор с предыдущей версией, которую мы накатили из серии за два месяца до этого. Это было очень круто, когда ты понимаешь, что вот этой штукой людей оживляют. и ты понимаешь, что ты принимаешь в этом непосредственное участие. Вот это мотивирует. А демотивирует? Разных людей очень разные вещи демотивируют. У нас в какое-то время люди приходили, сами уходили, и вот кто уходил, в какие моменты люди переставали верить в себя или верить в нас, в нашу команду. Был человек, который вот это яма страданий, да, у нее нужно еще опуститься, чтобы пытаться из него выбираться. То есть осознать свои ошибки, осознать свое некомпетентность, да, там написано было ничтожество, но это неправильное слово, свою несостоятельность решать какую-то проблему здесь и сейчас и необходимость учиться. Был человек, который отрицал, что он неправ. То есть вот ты ему говоришь, что как бы ты не прочитал, он говорит, я прочитал. Вот, ты ему говоришь, что у тебя съехало на 64 пикселей, он говорит, нет, не съехало. И ты говоришь, ну вот же съехал. Нет, не съехало. Проходит тестировщик, говорит, я там круг кривой, я знаю. Вот, а оказывается, что он как бы не кривой. то есть человек просто отрицал необходимость что-то анализировать. Был человек, который в самый ответственный момент, когда нужно было показывать задание, резко забывал пароль от компьютера. Почему это происходило? Ну, как бы звучит довольно забавно, но на самом деле он просто очень нервничал от того, что были сроки. Нужно четко понимать, что сроки есть всегда, в любом проекте. очень важно уметь оценить, вот когда вы уже по этому процессу поработали, оценить, сколько, какой этап занимает времени. Сроки будут всегда. Был человек, которому не нравилось делать много разных вариантов. Нужно четко осознавать, что каждый вариант, который вы делаете, каждая концепция, которую вы создаете, может полететь в мусорку. Каждая концепция может быть сама по себе вполне классной, законченной, но она может решать задачу недостаточно хорошо и от нее откажется. И вот эта гибкость, она обязательно нужно уметь сделать много разных вариантов решения проблемы, не только графического, да, вообще процессуального. То есть, например, вам ставят задачу закипятить воду в чайнике. Ну, это известная задача на ее даже история о том, как эту задачу решает физик и решает математик. Как решает, я не помню, кто там как решает, но смысл в том, что, чтобы закипятить воду, нужно открыть воду, набрать воды в чайник, поставить на плиту, зажечь, и он закипит. Как сделать это еще раз? Вылить воду, свести к начальным условиям, да, и прогнать все по тому же принципу. Но может оказаться, что так много шагов не нужно, можно это упростить. То есть, можно проверить, есть ли там вода, закипятить, и включить газ, и она закипит. То есть, нужно всегда уточнять количество шагов, которые нужны для решения задачи, время, ресурсы. Вот все эти вещи нужно уточнять, и в конечном итоге вы четко понимаете, что нужно для решения задачи, и что задача может, та же самая задача, может решаться миллионом разных способов. я заставляю, не заставляю, прошу, но как бы все равно когда мы все приходят, в самом начале практики всегда прошу делать много разных вариантов, и человек, когда он прогрессирует, делает много разных вариантов, он постепенно, все эти варианты хранятся, он постепенно видит, как шла мысль, как менялись требования, или менялось восприятие, и человек видит свой прогресс, там, спустя год, он может открыть свою папку с практикой, и как бы сразу возгордиться своими достижениями за этот год. Очень важно делать много разных вариантов. Был человек, который выучил все, что хотел, и ушел. Такое тоже бывает. Человек, правда, сказал, что он ушел в другую область, во фронтенд, но нет, и это тоже ок. Ну, то есть, люди приходят по разным причинам сюда, за разными знаниями, и эти знания здесь можно получить очень много. Но, самый как приходит когда-то эти знания в реальном проекте, в коллективе, который работает по тому же процессу, по которому вы работаете, с этим коллективом работать и говорить на одной волне. Извините. Из чего состоит типичный день проектировщиков ДТАР? Ну, не только в ДТАР, надо сказать. Сбор требований, их фиксирование, их документирование. Все это происходит на английском языке, потому что язык компании английский, у нас есть особое требование, хороший английский. Если у вас английским не очень пока хорошо, очень советую пойти на курсы, или есть сейчас такая возможность, многие преподаватели берут по скайпу учиться. То есть, вы можете не тратить время на поездку на курсы, вы можете заниматься индивидуально, и в принципе, там по ценам можно найти очень демократичный вариант. Основная литература по проектированию вся на английском языке. То, что переводят на русский, оно практически все либо про интернет-магазины, либо про лендинг-пейдж, и все статьи довольно однообразны. Если вы выучите язык, вам откроется намного больше материалов, которые вам помогут обучаться. Следующая активность, когда вам ставят задачи, вы должны понять, на какой платформе вы ее решаете. Веб, Андроид, мобильный, Apple TV, какие-то кастомные девайсы, VR, VR. Для того, чтобы понимать, как сделать, как решить эту задачу, нужно четко понимать, какие есть ограничения платформы. Поэтому чаще всего нужно много общаться с разработчиками на их языке и понимать, что может быть сделано на этой платформе, а что нет. Многое время не занимает планирование, потому что, когда вы работаете в команде, очень важно, чтобы все члены в команде знали, чем вы занимаетесь. И это не репортинг, как из серии, там, не знаю, сегодня я потратил два часа на вот это вот и из-за них, пожалуйста, еще полчаса на вот это вот. Вот, как бы это не то. Планирование – это когда вы знаете, что после каждой задачи вам нужно пойти и спросить у своего соседа, у лида, у технического лида, у проект-менеджера, у клиента, получить фидбэк на ваше решение. И этот фидбэк заимплементировать. То есть, когда вы думаете, что вы потратите на задачу два часа, а на самом деле вы еще потратите час на коммуникации, час на утверждение и три часа на переделывание и повторные циклы. То есть, нужно всегда планировать все свои порты. Это тоже часть рабочего дня. Создание информационной архитектуры. По-простому, это, условно говоря, навигация. То есть, вы должны четко понимать, из чего состоит ваша дизайнерская база данных. То есть, какие сущности у вас есть в проекте. Есть страницы, на них есть какие-то конкретные функции. Эти функции работают с определенной информацией. Когда вы создаете документ, вы оперируете с названием, с объемом, с положением файла. Эти все вещи нужно учитывать и все эти вещи влияют на пользовательский сценарий. Если вы создаете файл и не знаете, где он будет храниться, то где он должен храниться? Где-то автоматически либо в каком-нибудь клауде, либо в автоматически созданной папке, но тогда оно будет сложнее найти. Если вы не знаете название, то у вас будет untitled один какой-нибудь, который с такими же untitled много здесь смешается. То есть, вам нужно четко понимать, какие есть сущности у тех вещей, с которыми вы работаете. Создание информационной архитектуры помогает учесть все вот эти сущности. Написание пользовательских сценарий. То есть, если вы собираете ваш рюкзак, вам нужно описать, что вы зачем делаете. нужно расписать бюзкейс, что вы идете чистить зубы, что вы собираетесь, сегодня у вас день, когда вы просто идете в зеленой траве, и вам кошки не нужны, вам не нужно ничего перекладывать. Или сегодня у вас будет сложное восхождение, вам нужна каска. То есть, вам нужно прописать все возможные варианты поведения пользователя, и все вот эти потом варианты по своему прототипу вы пытаться сделать, прогнать. Иногда бывает такое, что ты сделал, забыл фильтрацию добавить на сайт. Такой сценарий написан. Пользователь должен зайти на страницу с товарами, отфильтровать по принципу название должно содержать такое-то. Ну и смотрите свой прототип, а там фильтрации нет. То есть, сценарий помогает исключить всякие забывашки, недодумки и прочее. Сценарий всегда очень важен, потому что сценарий можно передавать разработчикам, юзерам, клиентам, и половина сценария может вообще уйти как нерелевантная. Какие-то могут добавиться. Дальше идет создание концепции интерфейса, то есть вы создаете какие-то варкбреймы, скетчи, того, как выглядит интерфейс, когда у вас уже есть все сценарии, информационная архитектура, когда вы понимаете требования, вы пытаетесь набросать концепцию. Тоже ее утверждаете, проверяете. Потом создаете графическую концепцию или мудборды, или какую-то тестовую страницу отрисовываете, или рисуете систему блоков, или рисуете взаимодействие текста в этих блоках. То есть вы проверяете, как это технически выглядит. Тоже валидируете это со стейкхолдерами. Потом вы рисуете макап. То, что уже многие умеют делать, и для этого нужны графические редакторы. Делаете это все красиво и согласно вашей концепции, согласно вашим вольфреймам. Потом вы это все объединяете в прототипы, показываете прототипы другим людям. Они их кликают и говорят, ну в принципе сценарий выполним, но выполним не самым оптимальным образом. И вам приходится переделывать вашу концепцию. Это тоже нормально, потому что это фидбэк, это какая-то критика, и она позволяет сделать продукт лучше, более продуманным еще до релиза. То есть не нужно разрабатывать по макетам, а потом какие-то новые фичи пытаться туда вперед. Как я уже сказала, постоянная синхронизация со всеми членами команды, чем вы занимаетесь, чем вы хотите, чтобы эти члены команды вам помогли, нужен ли фидбэк, нужно ли что-то спланировать, требуются ли от вас какие-то немедленные действия. Из этого примерно состоит рабочий день миду дизайнера, который работает самостоятельно на проекте. Мы поговорили о всяких провалах, что является залогом успеха. Вот этот список, он самодостаточен, то есть могут добавляться всякие вещи, но все это необходимо. Нужно уметь осознавать, что технология двигается вперед и все ваши решения могут быть не самыми оптимальными на данный момент. То есть вы учитесь, потом разучиваетесь, а потом учитесь заново. И ваши знания могут устаревать, ваши подходы могут устаревать и на самом деле даже в коммуникациях вам нужно всегда искать разные подходы. Кому-то один подход работает, к другому принципиально другой подход, поэтому каждый раз нужно направлять какую-то гибкость. вас должно прям тащить от того, когда вы пользуетесь приятным продуктом. Вот вы нашли какое-то прикольное приложение и вам прям будет хочется сделать, чтобы все им пользовались, чтобы все узнали, как оно облегчает жизнь. Вот вы любите тудулисты, нашли крутой тудулист и пошли всем рассказывать, ты пользовался, ты пользовался, ты пользовался, смотри, как круто сделано, тут же все попадаешь вовремя, тут все автоматически происходит, у них синтронизация работает, то есть вам должно не просто красиво, мило, симпатично на дрибле можно выложить, на что бы оно было, вот, чтобы этот продукт вам хотелось использовать. У меня на телефоне никогда меньше 60 приложений не стоит, иногда 140 стоит, просто потому, что я ставлю новые и ищу какие-то крутые решения. И когда я его нахожу, мне его прям очень жалко удалять, потому что у меня батарея садится очень быстро. Очень важно любить критику, причем относиться к ней не как к желанию унизить вас или уличить некомпетентности, а к желанию как к возможности улучшить то, что вы делаете. То есть получить совет, получить взгляд со стороны и критику в ваш адрес в вашей работе будете получать регулярно, причем какую-то критику с технической стороны, если у вас есть лид-проекте, то от лида, если нет, то в первую очередь от проект-менеджера и клиента. Если от них не получаете, то можете от технических специалистов получать, от архитекторов, от программистов. С критикой нужно уметь во-первых работать, то есть не вся критика бывает справедлива, но она должна задуматься о чем-то, погуглить и аргументированно на эту критику ответить. Все, что отметается критикой, все ваши отжившие концепции нужно уметь выбрасывать. Без сожаления. То есть это просто какая-то вещь, которая вот вы сделали, она круто работает, но она не решает проблемы текущей аудитории, поэтому мы ее выбрасываем. И не жалеть об этом, делать что-то принципиально новое. Как я сказала, очень много есть субъективизма в этой работе, то есть многие люди просто могут сказать мне не нравится или я сегодня устал, я это делать не хочу. Программисты вообще иногда умеют сказать, что я этого делать не умею, это все очень сложно, засыпать техническими терминами какими-то и сказать, ну как бы не буду я это делать. Программистам тоже нужно уметь искать подход, то есть как-то выстраивать хорошие отношения, пытаться их понять, почему они отказываются. Может быть это просто сложно сделать и у него нет на это времени. Может быть можно защитить его, пойти пообщаться с клиентом, клиент выделит дополнительное время и человеку интересно эту задачу будет решить. Может быть на вас просто нет времени или у человека там сейчас личные какие-то проблемы. То есть нужно ко всем искать подход, ко всем, с кем вы работаете. И это тоже обязательное требование, потому что дизайнер, который работает над своей концепцией сам по себе, он не может быть успешным. Ему нужно очень много фидбэка. И фидбэк должен быть как можно более конструктивный. Конструктивный фидбэк приходит далеко не всегда. Вам всегда должно быть интересно. Вот любопытство это и к приложениям, к людям, которые вы много-много разных ставите, и к тому, почему человек это говорит. То есть что на самом деле им движено. Почему он задает такие вопросы, почему он отказывается это делать и как к ним найти подход. Тулсет. Что, чем ежедневно пользуются, да. Это не то, что вы должны знать, например, на вакансию практиканта или на джуниор, или на два. Это просто то, чем ежедневно пользуются люди и то, к чему мы пришли в своей команде. Блокнот бумажный. Это обязательно, хотя, может быть, это звучит довольно очередно. Есть люди, которые не записывают. То есть вот они пошли на звонок или пошли на митинг, показали свою работу, им выдали там 150 комментариев, они записали три и над ними и работают. Собственно, себе там запомнили три, над ними и работают. В блокноте нужно неистово документировать все, что вы слышите. Причем желательно сохранять это в форме того фидбэка, который вам дают. Потому что опять же потом вы будете придираться к вот этим словам, пытаться осознать, почему было сказано именно в такой форме, какое слово здесь, условно говоря, ключевое, что мне нужно сделать, куда мне нужно лучше покопать. Блокнот обязательный. Точно так же, как и Google Sheets, Docs, Confluence и прочие штуки для управления своими задачами, для хранения данных, документов и для прослеживания всего процесса. То есть документация требований – это вот вторая строчка. Mind mapping tools – это про информационную архитектуру. То есть вы регулярно строите какие-то диаграммы, взаимосвязи, user flow, что зачем идет, что чему подчиняется, тоже обязательно. Это можно делать в принципе в иллюстраторах, всяких скетчах, но просто mind mapping tools для этого более предназначены, они более быстро и эффективно позволяют задачу решать. Инструменты для создания вайфреймов – прототипирование и систематизация и фидбэка. Вайфреймы можно делать опять же в скетче, в Adobe XD, в акшуре, в бальзонике, в чем угодно. Важно, чтобы это было быстро и не казалось, что это реальный интерфейс. Потому что когда показываешь набросанное от руки, люди сразу понимают, что это не интерфейс, это просто идея. Когда показываешь что-то с уже синими кнопочками, черным текстом и какими-то ховер-состояниями, человек думает, что интерфейс будет выглядеть так. У нас даже был в датарте такой смешной случай, когда не в моей команде, но давно лет шесть назад сделали в бальзамике дизайн, не дизайн, а в аэрфрейме. Показали клиенту, клиент говорит, все, супер, зашибись, давайте делать. А они говорят, так подождите, надо же еще дизайн нарисовать. Не, так круто! Причем это был тот бальзамик, еще который не умел переходить в состояние квадратиков, а не на руки отчерченных маркером блоков. И попросили сделать именно такой дизайн. В общем, наверное, не очень смешно. Совсем не смешно было, когда люди осознали, что это реально такой вкус у человека. графические редакторы на свой вкус, хоть в поворпойнте, тоже графический редактор, но важно, что сейчас все в векторе, поэтому с растром не работаем. Все графические редакторы, которые сейчас уже на рынке есть, они поддерживают работу с шейфами, поэтому важно как можно больше делать в шейфах. Скайпфлэп, всякие коммуникационные мессенджеры, то есть к вам всегда должен быть доступ, вы всегда должны иметь доступ к другим людям в команде, всегда должны общаться с ними, выяснять требования, все это документировать, и желательно, чтобы оставалось много письменной истории, чтобы вы могли то, что вы проговоряете словами, оно очень быстро забывается, то, что вы не записали в блокнотике, тоже быстро забывается, поэтому часто хорошо иметь переписку, чтобы иметь возможность два дня назад что вы обсуждали прочитать. И теперь немножко про нашу программу в ДатуАр. Я сказала, нужен технический менс, да? Я беру практикантов и учу их тому, о чем я рассказывала, писать сценарии, строить информационную архитектуру, рисовать макапы, если надо, рисовать варфреймы, попрашивать людей, тестировать. Мы это все проходим в ДатуАр в течение трех месяцев. Нужно, чтобы пройти на эту позицию, нужно прислать CV, портфолио. Детали вакансии есть внизу на этой страничке. И куда слать режимный портфолио тоже есть. Важно, что в течение этой практики вы получаете реальную задачу, вы делаете реальные какие-то проекты, продукты, приложения. И после прохождения практики можно попасть в команду уже состоявшимся дизайнерам. Практика оплачивается, то есть это не просто курсы, это работа. Вот. Я думаю, что это вкратце все о том, как можно войти в дизайн. И я могу еще много рассказывать про дизайн, но, наверное, это все будут уже более детализированные ответы. Но задавать вопросы можно про все. Важный вопрос в каком понимании студентка облакации дожидает убедить, как ты делаешь и в какой ситуации лучше поступить, в какой ситуации ставить свое мнение, что мы, наверное, не очень в этом дизайнерам для этого лучше. Диана и в концу изданчива, потом мне было стыдно вопросу, что мы работу переделали настолько и заказчиков не ответили. Спасибо. Очень, на самом деле, животрепещущий вопрос. И обычно я его задаю на собеседовании. Если кто придет, то записывайте. Дело в том, что на самом деле ни мнение заказчика, ни мнение дизайнера не имеет никакой роли вообще. И апеллировать к моему мнению или к мнению заказчика, это заведомо конфронтация. Поэтому, когда вы обсуждаете решение, неважно, визуальное или юзер-эксперриенс решение, вы должны апеллировать к тем, кто этим будет пользоваться. решение. таким образом, когда перекладываете это на третью сторону, это решение не является чужим для вас, потому что это те люди, для которых вы делаете, это вообще сам смысл вашего существования профессионального. И клиент не может против этого поспорить, потому что он понимает, что эти люди будут приносить деньги. Поэтому самый простой способ решить подобные конфликты, это спросить у пользователей или у маркетологов, если это, например, тот же лендинг-пэч, люди, которые будут дистрибьютировать, это люди, которые исследовали рынок, или если это делали вы, то вы можете апеллировать конкурентам. Вы должны показать, что люди предпочитают и цифра, то есть это должна быть цифра. Четыре пользователя из восьми опрошенных сказали, что они предпочитают вот этот вариант из трех. Или вот вы хотите сделать эту кнопку ужасно фиолетово большой и одну на весь экран. Я считаю, что это плохо, потому что кроме этой кнопки на этой странице никакую задачу мы вообще не можем решить, то есть кнопка либо создать документы и все, либо, то есть что-то заведомо ужасное, но вы должны аргументировать, почему вам это кажется неудачным решением, клиент должен свою какую-то позицию озвучить, обе позиции имеют право на жизнь, потому что опять же это какой-то субъективизм. Но пользоваться кнопкой будут условной кнопкой, будут пользователи. Пользователь должен сказать «Не, мне норм, реально, кроме этой кнопки вообще ничего не надо, пусть она будет фиолетовая и еще и стеклянная, типа как в 2000-х делали». Тогда вам стыдно на самом деле будет только за визуальную часть, но вы поймете, что вы удовлетворили пользователей на все сто. И разве не эта цель? Ну да, возможно, иногда бывают такие исправления, если все круто, добавить что-нибудь, может сводиться в визуальной части, а может национальной. ну это просто, ему просто не нравится. То есть вот ему конкретно не нравится. Чтобы ему нравилось, нужно с самого начала понять, что ему нравится. Вот у нас, например, есть по внутренним нашим активностям, у нас есть регулярный запрос на баннеры, на презентации, и у нас у людей, которые заказывают, есть стилистические предпочтения. То есть для них минимализм в стиле Apple это не вариант. Для них предпочтительно, чтобы было ярко, бросалось в глаза, цепляло взгляд аудитории, вот как-то так. То есть если вы изначально понимаете, что человек любит, чтобы были котики, просто сделайте котик, и он нужно, чтобы он вам нравился, изначально. Но проблема, да, это очень частая проблема. Недовыясненность требований, если вкратце. Еще кто? А насчет анимации. Дизайнер работает как-то? Нужно ли знать какие-то определенные программы для работы? Или это уже переходит на роль разработчиков? Если кто не услышал, вопрос был про анимации. Спасибо. Анимации могут быть микро-анимациями из серии, вы нажимаете кнопку, что как-то система реагирует, загружаете в файл, там какой-то лоудинг-индикатор есть, а могут быть макро-анимациями, то есть система переходит в принципиально другой уровень, выезжают панели, появляются поп-апы. Вот эти анимации, для того, чтобы вы получили тот эффект, который вы ожидаете, и для того, чтобы удовлетворять разным гайдлайнам по анимациям, например, у материал-дизайна есть четкий тайминг на то, какая анимация должна происходить за какое время, эти требования, можно в формате цифры, но разработчик не будет, ему не будет референса, то есть если вы создадите эту анимацию самостоятельно, в принципе, они довольно легко делаются в After Effects, в Principle, ну, можно даже в Premiere, но это не очень предназначенная для этого программа, лучше всего сделать это самостоятельно и передать разработчику в виде либо раскадровки, либо CSS, либо хотя бы гибку отдать, да, или музыку. Ответ, спасибо. Еще кто-нибудь? Подсоветуйте соус для систематизации фидбэка в публике, потому что вы об этом сказали, а про соус ничего не было. Там было. Было разное. Смотрите, фидбэк может быть совершенно разным. Самый простой вариант фидбэка в InVision, когда вы отдаёте прототип, все не нравится, можно комментарии писать прямо в InVision. Точечки ставишь и пишешь, клиент пишет, типа, мне не нравится вот этот переход, давайте подумаем про него еще раз. Это самый простой вариант. Фидбэк может быть даже на требование. То есть, вы пишете письмо, в котором, вот вы поговорили с человеком, вы пишете письмо и говорите, вот мы на этом митинге обсудили 10 вещей. Если я правильно вас понимаю, то мы договорились до вот этого. Раз, два, три, четыре, пять. Да? И смело на это фиксировать. Следующий вариант это Google Docs или Google Spreadsheet. Описывайте функцию, описывайте предложение, описывайте результат. Ну, в смысле, свои какие-то предложения, скриншоты, ссылку на папку, где это может лежать. Это может быть Confluence, может быть Jira, то есть продукты из семейства Atlassian позволяют организовать работу таким образом, чтобы взаимодействовала вся команда. Разработчики, бизнес-аналитики, дизайнеры. То есть там есть версии, да, можно заливать версии, можно писать комментарии. Да. Jira в качестве тикетов. Trello, если Jira нет, туда можно в Trello заводить карточку, решать задачу, писать комментарии, писать фидбэк. На самом деле, фидбэк систематизировать можно по-разному, да, но каждый фидбэк все равно нужно имплементировать, и это последовательность такой итерации. Поэтому желательно, чтобы все было в пределах либо одного тикета, либо одного Trello карточки. И желательно, чтобы всегда оставался писем на след вот этих требований, изменившихся, или новых, или вообще просто какого-то фидбэка, для того, чтобы можно было восстановить ход событий, и, возможно, какие-то вещи пересмотреть. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...